девчули всем огромный огромный приветик и кто случайно попал на этот ролик и у меня в директе в инстаграм произошел просто взрыв многие очень просили сделать педикюр и наконец-то я решила это заснять я обрабатываю ножки клиента антисептиком и начинаю наносить мягкое лезвие от фирмы салон обязательно взбалтываю перед применением чтобы водичка образовалась в пену и наношу на ноги мне удобно наносить так можно сделать на салфетку это пенный размягчитель который быстро и эффективно размягчает грубую и мертвую кожу в принципе можно оставить так но я иногда беру салфетку и заворачиваю получается ножку чтобы вот эта пена не стекала на пол также чтобы пяточка полностью охватилась в пене я ее выложила еще раз на салфетку со стопами я работаю одноразовыми пилочками их я приобретала на садоводе в принципе подойдут любые пилки но я к сожалению не нашла со сменными файлами сажусь перед клиентом у меня имеются одноразовые полотенчики по истечению 10 минут пока я подготавливал рабочую зону клиентка у меня сидела и размягчалась в этой пене убираю салфетку убираю полностью всю пену и антисептиком опять прохожусь по ножкам беру пилку она у меня двухсторонняя и грубой стороной я начинаю тереть пяточку с более грубыми ножками скорее всего этот пенный размягчитель не справится или же вам придется дольше работать пилкой после пятки уже обязательно прохожусь по всей стопе мне сейчас необходимо как бы взъерошить кожу и далее уже с пятки начинать снимать роговевший слой пилю я по направлению по росту по полосочкам кожи обычно на пальчиках у нас присутствуют мозольки поэтому обязательно их тоже обрабатываем плюс этого пенного размягчителя да в принципе любого я также пользовалась от фирмы домикс при трении кожа начинает сворачиваться в катушку обязательно прохожусь также в процессе антисептиком и начинаю тереть снова и вот сейчас как раз таки можете заметить эти катушки кожа как бы скатывается когда я ее пилю и тут девчонки дико извиняюсь в некоторых кадрах будут попадать мои волосы но в общем пилю до тех пор пока полностью кожа не скатается и будьте внимательно не перепилите потому что нам не нужна как бы розовая пятка нам нужно брать только мертвый слой кожи также прохожусь по всей стопе обязательно обрабатываю мозольки на пальчиках в зимний весенний осенний период я наношу крем парафин и для полного эффекта чтобы кожа была у нас мягенькая я обворачиваю ножку в салфетку в летний период я уже такого не делаю наношу любой тонизирующий или легкий крем и главное что пальчики я не трогаю потому что мы будем с ними работать педикюр с покрытием клиентка будет делать впервые ножки и сами пальчики у нас не проблемные но ногти очень впиты в боковые валики и так как мы будем делать покрытие мне необходимо немножко зашлифовать поверхность ногтя и придать форму на ногах мы делаем форму квадрат можно убрать острые уголки но ни в коем случае не закруглять их но бывают исключения когда родная форма растет полукругом можно так сказать и там необходимо сделать овальчик если на ноготочках есть какая-то длина то удобнее воспользоваться щипчиками в нашем случае ее нет поэтому я немножко подпиливаю форму и убираю глянец с ногтевой пластины далее мне надо будет обработать полностью пальчики и убрать кутикулу поэтому я немножечко приподнимаю кутикулу потому что на ножках она достаточно налипшие также тире и очень сильно разросшийся на ногте я это делаю всегда потому что если мы не приподнимем немножко кутикулу то фреза может войти в какую-нибудь склейку и поранить и обязательно проверяйте нету ли вросших ногтей ну и переходим уже к обработке я беру тоненькую фрезу чтобы мне было удобно обработать сам ноготочек и под кутикулой в педикюре глубоко под кутикулу я не залезаю мне необходимо прочистить лишь только ноготочек и боковые валики также я работаю на реверсе стежковыми движениями прохожусь возле боковых валиков обязательно под кутикулой в синусах чтобы гель-лак у нас никуда не затек и обратите внимание на мизинчики потому что чаще всего на них есть небольшая мозоль к ее тоже необходимо обработать сейчас можно заметить то что у нас достаточно глубокие боковые валики поэтому мне нужен будет тампон и держатель или как я называю кюретка в педикюре я работаю чаще всего в две стороны это на реверсе и на форварде чтобы обязательно зашлифовать боковые валики но опять же будьте внимательными и не перепиливайте боковые валики это может привести дискомфорт клиенту при хождении в обуви у нас же что мы видим в прошлом у клиентки скорее всего вырастали несколько ноготочков а на большом пальчике ноготь впивался в боковой валик я его спокойно подпилила с руками мне работать в проще и я работаю в основном только на реверсе с педикюром эта тема не пройдет и не очень удобно переворачивать аппарат чтобы обработать левый валик поэтому я работаю в двух режимах после аппарата убираю полностью пыль и уже перехожу к срезу кутикулы на мизинчиках как обычно ее больше поэтому отрезаю в два этапа сегодня я не буду размачивать кутикулу в ремувере как показывала в прошлом видео наверное год назад прошлый ролик постараюсь оставить в комментариях ссылкой и тут также после среза я могу в процессе также включить аппарат и если что-то мне где-то не нравится подправить сразу же но опять же девчонки до красноты кутикулы до красноты пальчиков мы ни в коем случае не обрабатываем из-за того то что у нас очень глубокие боковые валики кутикула соответственно и вся залежавшаяся кожа находится там все что я могу я срезаю естественно надавливая немного на кусачки и если я не достаю я опять же прохожусь аппаратом боковые валики я не срезаю я лишь срезаю например какие-то заусенчики сразу видно что левый синус у нас уже в принципе чистый срезаю как вы можете понять рывками потому что здесь не работает техника одного и единого среза включаю аппарат приподнимаю и отодвигая боковой валик и опять же прохожусь под кутикулы брызгаю антисептиком на ножки и беру кюретку этот инструмент очень похож на крючок но все не просто так а чтобы проверить как раз таки на врастание наши ногти на большом пальчике у нас есть немножко врастающий ноготь но никакого дискомфорта клиенту он не приносит как смогла я подпилила также кюреточкой я достаю из боковых валиков и из-под кутикулы всю пыль и кожу если я где-то не дочистила и в принципе ноготочки у нас чистенькие получились аккуратненькие и можно приступать уже к покрытию с более грубыми пальчиками стоит еще конечно поработать с полировщиком далее для лучшей сцепки я наношу праймер он у меня без липкого слоя больше как обезжириватель базу тонким слоем ну и цветник мы решили нанести всего лишь в один слой так что ролик у нас сегодня был не о покрытии в основном а об обработке снимаем салфетку где у нас был крем парафин и вот такая пяточка у нас получилось ножки получились в принципе гладенькие вот что у нас было до но на этом в принципе все наша обработка закончена надеюсь вам понравился этот ролик педикюр я делаю кстати не часто но в летний период ожидается его конечно больше поэтому ролики постараюсь еще заснять ну и спасибо что досмотрели этот ролик до конца я читаю каждый ваш комментарий спасибо девочки за вашу поддержку подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мой инстаграм не забывайте про мой курс который находится в инстаграме ну и все всем огромнейшее спасибо за просмотр всех люблю всем пока пока